На прививку становись не устают призывать врачи. По статистике, за прошлый год из всех, кто сделал прививку, заболело лишь один из тысячи. К тому же вакцинация, по уверению специалистов, даже в случае болезни существенно снижает риск осложнений. И все же самарцы к такому способу профилактики относятся неоднозначно. Я сама медработник, я сама делаю, сейчас делаю. Я в последнее время раза два, в промежутке месяца, через два подхватывала вирус, и поэтому я сейчас хочу сделать прививку обязательно. Мой ребенок тоже всегда в школе делает прививку против гриппа. Организм сам должен с этим бороться. Нужно, конечно, повышать иммунитет, но другими способами. Какими? Правильное питание, здоровый образ жизни. Я считаю, что она, как бы сказать, она не действует. То есть я не верю в это. В этом году в Самарской области бесплатную прививку от гриппа получат 300 тысяч детей и 900 тысяч взрослых. В первую очередь медработники, учителя, пенсионеры. Впрочем, пройти вакцинацию в поликлинике может любой желающий. Минздрав региона призывает работодателей инвестировать в здоровье сотрудников и делать прививки коллективно. Взывают и к родителям. В последнее время они все чаще отказываются делать прививки детям. В том числе от таких серьезных заболеваний, как гепатит, корь, столбняк. Ту профилактическую возможность, которую дает медицина и гарантирует, что ваш ребенок, привившись от этой инфекции, не заболеет, очень странно, когда родители берут на себя вот такую ответственность и отказываются от этих прививок. Пока же каждый пятый родитель рискует. Врачи приводят страшный пример, к чему это может привести. В 80-е из-за отказа пройти вакцинацию только корью заболели десятки тысяч людей. Марина Кравцова, Алексей Золотенков, События.